Предприниматели и гражданские активисты Грузии выступают за скорейшее возвращение к прежнему ритму жизни, а точнее настаивают на ослабление карантинных ограничений. Дело в том, что правительство страны уже заявило о возобновлении авиаперелетов и работы образовательных учреждений, при этом часть запретов остается. Это не только не позволяет возобновить полноценное функционирование открытых объектов, но и затрудняет свободное передвижение по городам внутри страны. Юлия Тужилкина выслушала требования протестующих. Акции против регуляции. В Тбилиси карантинные ограничения за коронавирусом сплотили представители различных сфер бизнеса и столицу охватили протесты. Дайте нам возможность трудиться и зарабатывать на жизнь. Таков общий смысл транспарантов, с которыми грузинские предприниматели и общественники вышли на акцию за отмену комендантского часа, запуск общественного транспорта и открытие зимних курортов. Они считают, что ограничительные меры могут нанести невосполнимый урон сферам, выстраивать которые приходилось годами. Мы все одинаково требуем то, что просто очень скоро должно все работать, в смысле открыть транспорт, открыть ресторан, абсолютно со всеми регуляциями, со всеми ограничениями. Просто чтобы все немного уже скоро, чтобы началось все вот, стало вот активно работать. Потом уже, конечно, можно говорить про туризм и про группы. Предприниматели, представители оппозиции и гражданского общества готовы повторять подобные акции до тех пор, пока к их требованиям не прислушаются. Как каждого студента меня очень тревожит текущая ситуация. В первую очередь необходимо запустить транспорт. Это облегчит положение представителей самых уязвимых социальных групп. Надеюсь, что очень скоро мы вернемся к прежней жизни. Акции гражданских активистов – своеобразный ответ на решение правительства сохранить карантинные ограничения в трех крупных городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави до Марта. Многие их жители лишились доходов во время МИИ. Лично у меня денег на жизнь еще хватает, но очень много людей на сегодняшний день потеряли работу и не могут найти другую. Детские сады закрыты, моя работа закрыта, очень много всего закрыто. В Грузии приостановлена работа крупных магазинов, кроме продуктовых. Самые находчивые участники акции решили воспользоваться случаем и реализовать свой товар прямо среди протестующих. Между тем, стало известно, что правительство все же решило рассмотреть возможность возобновления работы общественного транспорта и отдельных отраслей экономики в ближайшее время. Правда, при одном условии. Доля положительных тестов в крупных городах не должна быть больше 4%. А пока этот показатель колеблется между 4 и 6. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова